Я хочу объяснить, что сейчас будет на следующих камерах. Это я не просто взяла и сняла перемену. Нет, мы готовились к дебатам. Сейчас, в следующий месяц-два, у нас будет каждую пару проходить дебаты на праве. Мы должны будем аргументировать либо за, либо против позицию, которую мы сами же и придумывали. Но у нас они в разнобой, поэтому не факт, что твоя позиция попадется тебе. У нас было две команды за, против, очевидно. Ребята решили поставить столы друг напротив друга, чтобы друг с другом спорить. И это было очень круто, потому что ребята реально, как будто бы участвовали в программе 60 минут или что-то типа того, нереально топили друг друга. И причем аргументы были реально крутые. И тема дебатов, я не помню, как она звучала дословно, но смысл был в том, что хотели перестроить здание госучреждений по модели средневекового наблюдательного пункта, где во внутреннем дворе круглого здания была высокая башня, с которой можно было наблюдать за всем, что творилось в здании. Ну, через окна, понятное дело. Вот, это очень интересная идея, и там были позиции, что это нарушает личные границы, это неэффективно, на это нужно много денег. А с другой стороны, вот так мы боремся с коррупцией. И чиновники, так как это спецлица, находятся на постоянном контроле, и так защищаются права граждан. Вообще, это были очень крутые дебаты, мне очень понравилось. Ну, мы потом голосовали, какая команда была лучше, и, ну, короче, голоса разделились на один из девяти. Так что вот так. Кстати, если вы когда-то задумались на эту тему, напишите мне, пожалуйста, в комментарии, что вы об этом думаете, потому что мне правда будет очень интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Уже надоел этот фон. Это зеркало, хотя я там на каком-то видео говорила, что, ой, всё, буду снимать с окна, но сейчас вечер, сейчас без пяти девять вечера. Тяжёлая жизнь лицеиста приходите в восемь вечера, но смысл не в этом. Я хотела сказать, что рекомендую вам кафе Брусника, которое расположено не только на чистых прудах, но вроде бы оно есть ещё на Китай-городе, ну, короче, где-то в центре. И это типа столовой. Это кафе очень напоминает Горабле, Братья Караваевы, Муму, ну, вы поняли, короче, если вам знакомо хоть что-то из этого, то вы 100% поняли, о чём идёт речь. А если вы не поняли, то загляните в Бруснику, вам очень понравится, потому что там вкусная еда на развес, там есть ланчи, специальные обеды, очень плотные, то есть мне вот этого обеда одного в Бруснике хватает, ну, на целый день. То есть я могу есть один раз в день вот в этой Бруснике. Плюс там очень удобные места для кворкинга, там всякие прогуливания, но всё-таки я вам рекламирую это место, хотя мне никто за это не платит. Короче, посещайте это место, едите в Бруснике, там очень вкусно, всем рекомендую. И если вам нужна какая-то прям такая атмосфера студенчества, то загляните в Бруснику на где-то рядом с улицей Покровкой, с Китай-городом. Короче, там, где много университетов, где много студентов, и там вы 100% увидите кого-то с ноутбуком, какую-то компанию студентов, которые будут просто болтать. Кстати, это очень атмосферно, заражает мотивацией и... Короче, ходите в Бруснику. Поддержу. У меня нету даже никаких сомнений. Спасибо ещё раз за собрание. Собственно, мой лук на учёбу. Вот так вот я выгляжу обычно. Ну, как обычно, сегодня. В верхней части я меняю, а джинсы так и остаются джинсами. А, и я развенчиваю миф о том, что в лице учатся одни богатые, мажоры. Ну, не знаю. Не знаю. Что хотела сказать? Да, я до сих пор снимаю на телефон, потому что я до сих пор не знаю, что с моей зеркалкой. И хотела вам рассказать про то, как вообще прошёл свой день. Сегодня была одна политология, один практикум по праву. Знаете, на самом деле, социология мне нравилась больше. Это во-первых. И во-вторых, я обожаю практикум по праву, потому что мы там разбираем реально крутые вещи. Но сегодня что-то как-то не задалось, потому что мы обсуждали публичную оферту, как бы, которую все и так понимают. Зато привод прикольный. Очень много шутил и вообще крутой. Если вы полетите к Сыган-Голу, вам повезло. Ну, он, правда, прогуливает часто, но всё же. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Такую фотку. Ты что, забыла, что я блогер? Улыбнись. Привет! Привет! Девочки, гуляем. Я не постоянно ботаю, я ещё и гуляю. Девочки, ну, если серьёзно, то на оценочку речной вокзал. Новый парк, если кто ещё не был, он на речном вокзале, логично. И я вам скажу, что это замечательное место, очень красивое, не то, что Северная Тушина. Вот. Если вы хотите погулять где-нибудь такое красивое и недорогое, возможно, недалеко от вас, то вот, пожалуйста. Иду через реку. Ужас какой-то. Мне идти ещё очень долго. На минут 20. Простите меня, пожалуйста, я забываю вам что-либо рассказывать, когда я куда-то иду, короче, в моменте. Потому что вы вот сейчас смотрите, как я там, не знаю, как я гуляла на речном вокзале. Но сейчас-то я дома сижу уже 9.15. Я так быстро его смонтировала, но не важно. И у многих возникал вопрос, когда я выложила кусок предыдущего видео в приват, где я иду по каналу. Все спрашивали, зачем ты туда попёрлась? У меня даже Настя спрашивала, зачем ты туда попёрлась, с которой я гуляла. И ответ на этот вопрос, его надо было задавать не мне, а тем, кто проектировал Москву. Потому что я живу на Сходницкой. Если вы не понимаете, о чём я сейчас буду говорить, откройте, пожалуйста, карту, чтобы хоть как-то ориентироваться. Я живу на Сходницкой, моя подруга на речном вокзале. Между нами Хинкинское водохранилище. Ну, потом Москва-река, канал имени Москвы и Москва-река. Между ними сообщение либо по МКАДу, то есть это надо объезжать ещё час пятнадцать на маршрутке, либо по метро. Это час ноль четыре на метро. Его никак невозможно напрямую пойти. Хотя у меня Яндекс.Навигатор года три подряд писал, что мой ближайший метро – это речной вокзал. Потому что так и есть. Я вот его могу сейчас показать вам в окно. Но там триста-четыреста метров воды, и как бы никак до туда не добраться. Только если на лодке. И то не факт, потому что там ходят баржи, и постоянный патруль вас могут поймать. Или пешком, как это сделала я. Было уже поздно, поэтому я решила, что напрямую пойти будет проще, как я думала. Но я забыла, что я пугливая. Я шла по полной темноте, и как бы Химкинское водохранилище ниже всех улиц, и там был жутчайший шум. Как будто бы я, блин, стояла не посреди реки, а посреди Тверской. Кто не шарит, это большая улица на Пушкинской. Просто у меня было так страшно, и так тяжело идти, потому что там снега было реально по колено. Я такая, иду, перебираюсь, я уже устала, а я прошла такую половину максимум. Потом я подхожу к берегу, думаю, ну всё. А понимаю, что я подошла только к яхте заброшенной. Кто никогда не был на воде зимой, около яхт лёд тоньше. А она ещё, блин, очень высокая, она, наверное, метров пять надо мной возвышалась, и там их три таких было. Я шла мимо них, поэтому льду тоньше, хотя было минус шестнадцать, он никак не мог провалиться, но всё же. Это было, блин, так стрёмно. Я вышла, я сказала, так, нет, всё, нет, лучше я потрачу час на метро, но больше не буду так рисковать. Потому что я, блин, так испугалась, если я отморозила мизинец, и до сих пор им плохо чувствую. Типа я вот до него когда-то трагиваюсь, мне надо сильно надавить, чтобы почувствовать хоть что-то. Круто сходила погулять. Да, давайте ходить по реке. Когда у вас, блин, боязнь всего. Ну, ладно, хоть что-то интересное в этом блоге было, кроме вставок с моими любимыми одногруппниками. Я их, правда, люблю, но на нас, правда, все жалуются, что вот вы какие-то очень громкие, но всё равно я их очень сильно люблю. Кто смотрит, 10 и 2 я вас обожаю. Ну, и 10 и 1 тоже. Вот, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь, потому что у меня влоги будут выходить чаще, чем раз в год. Пишите в комментарии, что у вас вообще, были ли у вас подобные истории с рекой, и что вы думаете насчёт дебатов. Потому что, ну, меня, правда, интересно почитать, и вообще ваши ответы, когда я вижу несколько уведомлений, я сразу расплываюсь в улыбке, потому что, ну, мои зайчики мне написали. Ладно, я побежала монтировать вам видео, два видео, потому что я там много наснимала и решила, что дай-ка я их выложу, а потом просто открою доступ к последнему. Люблю, всех целую, вы обязательно исполните свою мечту, главное просто постараться.